Закон парных случаев. Два пожара на прошлой неделе заставили анапчан принять дополнительные меры профилактики пожарной безопасности. Заместитель мэра Анапы Алексей Харитонов дал поручение главам сельских округов проверить все жилые помещения и обратить особое внимание на жилье неблагополучных и малоимущих семей. Первый вице-мэр Светлана Яровая внесла существенное предложение. Важно убедиться, что в таких семьях обеспечены дровами на зиму. Они отапливают помещения электро- и газовыми приборами, приводящими к пожарам. В первую очередь я имею в виду сильные, те же самые неблагополучные, малообеспеченные потребности. В первую очередь есть управление соцзащитой, я уже не могу. Они тоже эту работу проводят на мониторе. Поэтому, пожалуйста, приближается холодное время у нас и мы, если только заблаговременно, должны быть готовы, по крайней мере, владеть необходимой ситуацией. Осенний дождь и опавшие листья на дорогах и тротуарах – повод руководителям предприятий и хозяевам частных домов еще раз выйти на уборку улицы придомовых территорий. В планах на неделю подсветка всех башенных кранов на строительных площадках, ревизия уличного освещения в городе и сельских населенных пунктах. Это еще и дополнительная мера профилактики правонарушений. О нарушениях по линии полиции за неделю отчитался заместитель начальника отдела МВД Андрей Раб. Задержали мошенников, оформлявших кредиты в крупной сети мобильных компаний. Сотрудники полиции выявили три факта продажи алкоголя без разрешения и лицензий. Спиртные напитки изъяли. Сотрудники миграционной службы провели восемь профилактических мероприятий совместно с полицейскими и казаками. По фактам нарушений составили 91 протокол. Четырех непрошенных и нарушающих правила пребывания гостей выдворили из страны. И начали административное расследование. В одном из отелей в Анапе незаконно проживал и работал гражданин Абхазии. Бюджет и расходная часть в отчете заместителя мэра Анапы Яны Дуплякиной – конкретные цифры. На 107% вырос городской бюджет по сравнению с прошлым годом. Недоимка сократилась на 45 миллионов. Хотя, если все должники не оплатят налоги до 1 ноября, эта цифра значительно изменится. Напомним анапчанам, до 1 ноября нужно оплатить все налоги – на землю, машину и на недвижимое имущество. Иначе начислят пеню. По итогам ипотечного кредитования Анапа в начале года занимала 44 место. Сегодня в пятерке лидеров после успешно проведенной информационной кампании и поддержки администрации города. Заказы в субъектах малого бизнеса на сегодняшний день по 9 месяцам из 156 муниципальных заказчиков, 28 не выполнили эту норму. Я об этом говорю в последний раз, потому что у меня уже возможности откорректировать этот процент не будет. Следующий отчет будет по полугодию, по году, и он автоматически идет в контролирующий орган. И не нужно будет выезжать на места и штрафовать здесь проверки, проводить. Достаточно будет этой формы отчета, потому что мы в обязательном порядке направлены. Напомнила о сроках сдачи детских садиков в эксплуатацию заместитель мэра Анапы Людмила Гузенко. На этой рабочей неделе запланировано заседание межведомственной комиссии по детскому отдыху и оздоровлению. 29 октября на Кубани в России масштабно отметят акцию «100 дней до Олимпиады». Спортивные праздники пройдут во всех спортивных школах и секциях. И большой праздник на главной театральной площади. А 26 августа в Краснодаре анапская делегация примет участие в фестивале молодого вина. Анапчане будут удивлять продукции и талантами творческих коллективов. Наталья Пухальская, Александр Кореневский, Анапа. Регион.